Марина Басамыкина считает, что оплата налогов – вклад в будущее государства и региона. Всегда вносит платеж вовремя, но в этом году не получила уведомления. За ним Марина обратилась в отделение налоговой службы. Сотрудники объяснили, что удобнее всего получать уведомления и оплачивать налоги в личном кабинете налогоплательщика. Меня тут распечатали, показали мне, как в итоге зарегистрироваться в личном кабинете, чтобы потом не было вот этих проблем, чтобы я не ждала на почту, когда придет это, а пришла, вернее, зашла в личный кабинет и там все увидела. То есть там и налоговедомление увижу, там за предыдущий год, да, и могу потом на вычет подать декларацию по вычету НДФЛ за обучение, за лечение. То есть это очень удобно. 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год. Оплатить налоги должны собственники транспортных средств и объектов недвижимости, земельных участков, квартир и домов. Внести платеж можно любым удобным способом – через отделение банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы России или лично кабинет. Для того, чтобы не просрочить платеж, важно получать налоговое уведомление вовремя. Можно подключить такую услугу, получение налогового уведомления на портале госуслуг, то есть это в личном кабинете своем. Для этого нужно направить согласие через портал госуслуг, исключительно через портал госуслуг, то есть такое согласие на бумажном носителе не предоставляется. Через портал госуслуг направляете согласие, подписываете через госключ, налоговый орган получает это согласие, и все последующие уведомления вы получаете в личном кабинете на портале госуслуг. Оплатить налоги за несовершеннолетних детей можно через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно подключить семейный доступ. Для этого достаточно в персональных данных перейти на семейный доступ, нажать на кнопочку «Добавить пользователя», ввести ИНН несовершеннолетнего пользователя и отправить запрос. Затем в личном кабинете уже самого несовершеннолетнего подтвердить этот запрос и все. Несовершеннолетний будет доступен. Вся информация об исчисленных налогах вашего ребенка будет доступна в личном кабинете родителя. Завтра, 28 ноября, с 9 утра до 8 вечера, жителей Самарской области приглашают в налоговые инспекции на день открытых дверей. Задать свои вопросы по налоговому уведомлению, льготам и вычетам. Желающих подключат к личному кабинету, проведут мастер-класс по семейному доступу и как взаимодействовать через портал госуслуги. В налоговой службе напоминают, оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря. Забывчивость обернется за каждый день просрочки пений. А если оплата так и не будет произведена, то применяются меры принудительного взыскания. Обращение к судебным приставам, арест счетов, запрет на выезд за границу. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.